Это отбор проб зоопломбцона. Мелкие ракообразные, которые питаются в нашей воде. Чтобы взять только одну пробу из реки, сотрудникам Иркутского государственного университета нужно пропустить 100 литров воды через специальное оборудование. Иногда на все пробы у гидрологов уходит более пяти часов. Состояние экосистемы в зоне деятельности комбината Фалроса оценивают по множеству параметров. Изучают не только воду, но и землю, растительность, а также биоресурсы. Влияние есть, конечно, есть. Представляете, какие территории распахиваются, огромные скрываются. Вопрос в том, как далеко он распространяется и как сделать так, чтобы локализовать это влияние. Изучение состояния территорий нужно проводить каждые 3-4 года, а в идеале ежегодно. Ранее его проводили лишь в зоне действия отдельных ГОКов. Такое глобальное исследование экосистем в Алмазной компании проводится впервые. Зачастую использование биологических индикаторов, таких как мох или лишайники, позволяет получить более ценную точную информацию, нежели прямая оценка воздействия приборами. Помимо того, биологические индикаторы обладают памятью и могут показать воздействие за длительный период. Прошлые исследования, которые проводили в 2013 году в Удачинском комбинате и в 2015 в Мирненском ГОКе, показали лишь положительную динамику. Технология изменилась на комбинатах. То есть, если раньше сливший фон посредственного реки, теперь идет обратный водозабор. Это сильно сказалось, положительно сказалось на реках, прежде всего. Надеюсь, что эта тенденция сохранится и реки потихонечку начнут восстанавливаться. Всего на эту программу в акционерной компании «Алроса» потратили более 5 миллионов рублей. Результаты исследований сотрудники Иркутского университета узнают в ноябре этого года.